Постоянно справниваю себя с друзьями и знакомыми. Завидую им, это приводит к низкой самооценке и отчаянию. Да, чувство ужасное, не хочу его испытывать, но будто уже вошло в привычку. Как избавиться от самобичевания и зависти? Вы понимаете, я думаю, что... Ну, люди должны быть разными. И когда люди общаются, они, конечно, по неизбежности сравнивают себя с другими и других с собой. У кого-то что больше получается, кто-то выше ростом, кто-то там красиво поет, у кого-то есть какие-то таланты, у кого-то денег больше, не знаю, у кого-то родители такие, у меня такие. То есть ясно, что мы все разные. Но в этом-то, собственно, и благословение, чтобы мы все были разные. Я думаю, Тима, что вам нужно постараться как-то внедрить в свое сознание, втемяшить ту мысль, что вы сами по себе хороши, и что у вас есть свои достоинства, которых нет у других. И вам не нужно быть похожим непременно на них. А его девушки любят, например, а он там больше подтягивается на турнике. Ну это хорошо все. Ну пожалуйста, но у вас наверняка и что свое. Пусть все будут разными. Пусть растут все цветы. Надо быть кому-то пониже ростом, а кому-то повыше. Надо быть кому-то в очках, кому-то без очков. Надо, чтобы у кого-то получалось хорошо, допустим, в школе английский учить, а кому-то трудно давалось. Зато у него другой какой-то есть талант. То есть надо, чтобы все были разные. И хорошо, что вы другой. Не надо себя сравнивать с людьми так, чтобы копировать их поведение. Не надо этого. Надо раскрыть свои способности, какие-то характерные черты души, которые, может быть, вы уникально обладаете, у которых нет другого. А иначе, да, чувство ужасное, когда ты с завистью смотришь на окружающих людей. Это вообще зависть, это вообще ужасное чувство. Она иссушает человека, она его лишает силы, она его ввергает в какую-то такую глубокую депрессию. Зачем вам это надо? Надо любить людей, смотреть на них с радостью. Думаешь, о, класс, вот этот мой товарищ, например, он быстрее всех бегает. Вот молодец. Я не завидую ему, я бегаю гораздо медленнее его. Но пусть бегает быстрее всех. Пусть будет олимпийским чемпионом. Это классно. Хорошо. А вот этот мой товарищ, например, чудесно знает физику и химию. Будет какой-то, наверное, великий ученый. Я не завидую ему, потому что я никогда не буду этого знать, так как он. Но я радуюсь за него, он классный. А вот этот мой товарищ, например, занимается, допустим, художественной фотографией. Он будет великий фотограф. Его какой-нибудь журнал с руками и ногами оторвут со временем. Потому что он, ну, класс. Вот там, где я ничего не вижу, он видит, фотографирует. Красота. Я радуюсь за него. Попробуйте радоваться за то, что у друзей есть то, чего нет у вас. Классно же. У них есть. Это считайте, что ваше. А у вас надо, значит, открыть свое. Что есть такое у вас, чего нет других. Друзья скажут, слушать, у нас такой есть тема, такой друг. Он такой клевый, он радуется, что он за нас, за всех. Ну, как бы он, вот мы, например, тоже там кому-то завидуем, а он никому не завидует, например. Он радуется о том, что у кого-то есть то, чего у него нет. Потому что такая интересная черта. Короче, вам надо открывать свою уникальность, дорогой друг. И, честно говоря, на земле-то некому завидовать. С точки зрения смерти будущей завидовать некому.